В предыдущей серии мы побывали в недостроенном канализационном коллекторе и посмотрели брошенный там проходческий щит. Теперь мы отправимся в рязанский филиал одного из ведущих в области цветной металлургии НИИ. Кстати, сам главной институт благополучно функционирует и продолжает разрабатывать и внедрять в жизнь новые технологии добычи, обогащения и обработки цветных металлов. Мы залезли в поддомное бомбоубежище под одним предприятием. Залезли мы через аварийный выход, через веншахту. И сейчас дошли до рабочей части, до рабочих подвалов, которые не являются бомбоубежищем. Поэтому сейчас пока мы будем подняться наверх, а потом обратно прогуляемся по самому бомбарю. Здание, в которое мы попали через расположенное под ним убежище, снаружи совсем не выглядело брошенным. Закрыты и двери, целые стекла в окнах. К тому же на территории находилась охрана. И у нас были все основания предполагать, что и внутри здания тоже могло охраняться. Поэтому мы старались шуметь как можно меньше. Помещения на первых этажах явно совсем в недавнем прошлом сдавались в аренду. Технические помещения здесь находились вентиляционные, судя по всему. Сортир, обозначенный на схеме МШО. Судя по плесени, тут такого никого не было. Расположен туалет типа сортир, обозначенный на схеме буквами МШО. А у фабрики натяжных потолков подключились потолки. Институт, которому принадлежало это здание, ведет свою историю еще со времен дореволюционной России. В 1918 году декретом Совета народных комиссаров он был национализирован. В годы первых пятилеток учеными института были разработаны проекты, положившие начало бурному росту цветной металлургии как отрасли. Строительство крупнейших в стране добывающих предприятий и горно-обогатительных комплексов. Институт оказал значительное влияние и на развитие золотодобывающей отрасли, особенно в ранние годы становления молодой советской власти. Раньше здесь была советская плитка, которая пропускает свет. Теперь сделали такую вот фальш-стену. Вот вентиляционная, так, самая вентиляционная, которую я видел на первом этаже. Можно видеть клапан, который перекрывает доступ к вентиляции. В одном из помещений остался интерьер советского периода. Вот здесь вот подборка литературы, стандартов стран экономической взаимопомощи. Какие-то журналы. Календарь на 1990 год. Круто документации группы бумаг. Очень приятный шкаф, своеобразный. Похожа на картотеку. Скорее, это не картотека, а специальные ящики для чертежей. Вот здесь вот можно прочесть. Рафинирование свинца, шахтные печи, отражательные печи, природный газ. Цех химической очистки, конденсация. Здесь находились чертежи. Костные, заборные, вентили, чугунные. Еще на объекте мы нашли недобитое вино с романтичным названием «Черные глаза». С годностью или статой выпуска 20 октября 1997 года. Когда человек фанатеет от съемки засохших цветов. И схопал мне ночью. А здесь в помещении, интересно, сделаны металлические фермы конструкции. А вот кабина грузового лифта. Слегка переголеженная, видимо, ее пытались вытащить, чтобы разбилить на металл. И вверх уходит шахта. Мы сейчас в рабочем подвале здания. Здесь можно видеть счетчики на воду, смонтированные. И там впереди проход в бомбоубежище. Но еще здесь есть одно очень интересное место. Бомбоубежище затоплено. Из рабочего подвала здания, из зумфа, откачивают воду. И вот это вот рабочий насос, который периодически включается. И вода откачивается в канализационные трубы. Вот здесь можно видеть разводку водоснабжения. Манометр. Манометр показывает давление. То есть все это работает и находится под давлением. Электричество тут также есть. Работает насос, который я показывал до этого. Мы отправляемся сейчас в бомбоубежище. Вот с этого места заканчивается рабочий подвал зданий. И начинается бомбоубежище. Поддомное бомбоубежище. Здесь вот видно остатки спиленной кермодвери с штурвалами-затворами. Здесь был главный зал для укрываемых. Достаточно большое убежище. Конечно, здесь все попилено. И рассчитывать на то, что сохранилась документация, не приходится. Но убежище явно было рассчитано на большое количество укрываемых. И вот это вот, очевидно, была техническая часть убежища. То есть здесь когда-то была фильтровентиляционная. До того, как все это распилили, возможно, дизель-генераторная. Это здание строилось в 1970-е годы, в самый разгар Холодной войны. Характерной чертой того периода при возведении промышленных предприятий было строительство при каждом из них объектов гражданской обороны. Тогда это было частью стратегии обороноспособности страны, которая предполагала возможность функционирования предприятий в военное время. И, естественно, защиту рабочих предприятий при угрозе бомбардировок. И сейчас хорошо видно, как из воды поднимаются пузыри газа болотного. Вот это очень похоже на вентиляционную установку. Мы отправляемся к выходу из этого убежища, где сохранилась единственная гермодверь. Итак, здесь был тамбур. Вторая гермодверь была распилена. А там виднеется сохранившаяся в хорошем состоянии герма. Вот так это все выглядит. Массивная гермодверь. Выгнутая наружу для гашения энергии взрыва в случае ядерного удара. А вторая гермодверь стояла уже другой конструкции. Тоже с управления запором осуществлялся штурвала. Мы отправляемся к леншахте, через которую мы сюда и попали. Внутри этого убежища. Теперь осталось только выброситься из вент-шахты и отправиться на следующий объект. Вуаля! А на соседней территории можно видеть железнодорожные пути и колесные пары. Причем в очень большом количестве. Здесь же присутствует горка. Очевидно, для сортировки вагонов только железнодорожные пути с нее уже демонтированы. Путешествие по коллектору реки Лыбич ждет нас в следующей серии. Уже скоро мы снова увидимся с вами на канале Underworld, поэтому не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Если, конечно, вы этого еще не сделали. Всем пока и всего вам самого наилучшего! Еще мне понравилось.